Здравствуйте, товарищи. События, которые сейчас происходят, требуют серьезного анализа. Для этого необходимы факты, для этого необходимо знание подспудных интриг и многое другое. Сейчас такой анализ, такое серьезное, научное обобщение сделать пока невозможно. Но сейчас можно сформулировать позицию. И я хочу повторить то, что я сказал поздно вечером 23 февраля. Я давал интервью известному международному каналу. Надеюсь, он разрешит выставить на сайте эту информацию. И я тогда сказал. Поддержка ДНР, ЛНР, да, безусловно. Но кто бы ни начал войну, я говорю, войне нет. Я эту позицию подтверждаю. В то же время я не могу не сказать очень важные слова. Даже не слова. Это принципиально важно. Принципиально важно то, что в 2014 году началась агрессия против народов. Донецка, Луганска, этих регионов, которые не захотели жить под пятой, я не боюсь этих слов, правительства, власти, поддерживающей нацистов, полуфашистов, настоящих фашистов в Украине. Называйте, как хотите. Тогда Донбасс был страной, я не боюсь этого слова, народом, который начал сопротивление, народное сопротивление. Тогда признание Донецка и Луганска, признание и поддержка были абсолютно необходимы. Они победили. Там были волонтеры со всех стран мира, безусловно, из нашей страны. Они не до конца, но победили. Это первое. И забывать то, что эту войну начали, по сути дела, украинские агрессоры, 8 лет назад нельзя. Это первое. Второе, что я хотел бы добавить к своему заявлению. То, что эти 8 лет продолжалось то сильнее, то слабее, уничтожение мирных жителей Донецка, Луганска, всех городов, сел, которые к этому прилегали. Более сотни детей, огромное количество представителей мирного населения, огромные потери с двух сторон. Это трагедия и преступление. Третье. Я хочу подчеркнуть, что Украина, нет, не Украина, власти Украины, все равно Порошенко, Зеленский, кукловоды, эти деятели прямо и косвенно, причем важно то, что и прямо, и косвенно поддерживали националистов, правых националистов, нацистов, полуфашистские, просто фашистские образования. Те, кто совершал преступления в Одессе и не только в Одессе. И прощения им нет. Далее. Безусловно, просто оборона Донецка и Луганска при более чем возможном нападении, активном нападении со стороны Украины, привела бы к массовым жертвам населения, гражданского населения, поскольку Донецкая и Луганская области на границе соприкосновения с Украиной – это городская застройка. Бои в этих районах – безусловно мирные жертвы. Наконец, существовало и существует, может быть, ее уже не будет, опасность создания ядерного оружия, грязного ядерного оружия Украины. Это все так. Но 23 числа я сказал, кто бы ни начал войну, я говорю, войны нет. Конечно, хочется верить в то, что я считаю невероятным или крайне маловероятным. Если ошибусь, я буду очень рад принести публичные извинения и сказать «ошибся». Счастлив, что ошибся. Это вероятность того, что будет заключен мир, что боев в городах и поселках Украины с жертвами, не то что сотни, сотни уже есть жертв, тысячи убитых с двух сторон, со смертями мирного населения, без всего этого, каким-то чудом, Украина откажется от участия в военных блоках и покончит с нацизмом и фашизмом окончательно и без поворот. К сожалению, гораздо более вероятен другой сценарий. Боевые действия, которые приведут к массовым жертвам и массовому кровопролитию, большие потери экономические, экономические, и бог с ними, с десятками миллиардов наших буржуев. Единственное, что жалко, что достанутся они не гражданам России. Но это не главное. И даже то, что в стране произойдет наверняка еще больше ухудшений экономической ситуации, социальной ситуации, это тоже не главное. Главное, что будет очень сложно вернуться к дружбе народов Украины и народов России. А это принципиально значимая задача на будущее. Поэтому я сказал, нет, войне. Я не военный специалист и не специалист в области внешней политики. Я занимаюсь социальной философией, политической экономией. Не буду сейчас далее уходить в глубину происходящих событий. Мне это физически сложно. К тому же не обладаю никакой информацией, кроме официальной, а ее явно недостаточно. Обещаю, что позже мы вернемся к анализу всего, что происходит сейчас. И в нашей стране, и за ее пределами. К анализу хода и последствий войны. Это все, что я хотел сказать на данный момент. Спасибо всем, кто был с нами, кто выслушал это обращение к вам, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok